Стритворкаут Турникмены, которые начинают только Они как бы считаются Такими новичками Поэтому их называют турникмены А так мы воркаутеры Воркаут это свободные тренировки На различных конструкциях Уличных То есть турники, брусья, шведские стенки Кольца и так далее Сейчас много площадок существует В городе, по округу и так далее И на них в основном и занимаются Парни, девушки некоторые даже То есть все те, кто допустим вечером Выходят Поджиматься на брусьях Поделать солнышко на перекладине Все эти люди могут называться Стритворкаутерами Ну как бы грубо говоря да А вообще это признанный спорт? Можно стать мастером спорта? Нет, это не официальный вид спорта пока Его признали только На Украине пока Там это считается уже видом спорта То есть Там проходят федеральные Турниры и так далее То есть там и разряды есть И прочее, прочее У нас пока такого А мы вообще стремимся к этому? Вот вы как представитель движения Вам бы хотелось? Очень бы хотелось Чтобы это уже признали Официальным видом спорта Потому что так гораздо проще было бы И работать И развивать это все А так мы пока не официальные Поэтому как движение Но тем не менее Этап Кубка Мира и вообще Кубок Мира Этап Кубка Мира проходил уже в Ханты-Мансийске Да, я проходил Существует несколько федераций Вот и они проводили этап Кубка Мира Я был участником этого этапа Проходил он в 16-м году в Ханты-Мансийске А как так получилось, что этап Кубка Мира проходил в Ханты-Мансийске? Как удалось, скажем так, этого добиться? Ну, благодаря инициативе Получается Максима Попова Это президент федерации воркаута России Он как бы вышел с такой инициативой Что хотим провести у вас Помог Эдуард Исаков И все получилось Вот у нас как раз и есть видео Сейчас оно идет за нашими спинами Это видео с прошлогоднего, по-моему, 10-го юбилейного турнира по стрит-воркауту То есть, в принципе, уже 10 раз проводился у нас турнир В нашем городе, то есть, я проводил турнир и уже это был 10-й турнир То есть, 23-го июня будет проходить уже 11-й Так, если турниры идут один за другим, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, много участников, много желающих Значит, участников много Ну и сколько вообще в среднем человек принимает участие? Ну, грубо говоря, стабильно у нас идет от 30 до 50 человек То есть, участники постоянно от 30 до 50 человек Они заявляются, чтобы показать себя, чтобы посоревноваться Но сейчас редактор подсказывает, что даже маленькие девочки принимают участие Да, да, конечно То есть, ограничений по возрасту нет? Нет, абсолютно нет ограничений, потому что это свободный вид спорта То есть, в нем принимает участие абсолютно каждый От ребенка до пенсионера То есть, допустим, если мы сейчас с Аленой после эфира пойдем на турники, на брусья Будем готовиться и тренироваться, то мы тоже можем принять участие 23 А что нужно уметь для того, чтобы принять участие? Ну, вообще, как бы, я когда провожу тренировки То есть, я провожу еще тренировки дополнительно В Сатурне Там, получается, в основном я пытаюсь подготовить сначала физически То есть, должна быть какая-то общая физическая подготовка Чтобы человек мог хоть что-то выполнить Чтобы хотя бы просто повиснуть на турнике После этого, когда уже общая физическая подготовка подтянута То есть, можно приступать уже к изучению элементов То есть, это, допустим, то, что вы видите на фотографии Это один из элементов Он считается очень сложным И чтобы к нему подготовиться, естественно, нужна сила Вот, и мы подготавливаем ребят То есть, они вполне могут себя достойно показать и выступать Валерий, вот, смотря на то, какие финты и кульбиты выписывают участники соревнований Воркаутеры Задаешься вопросом, а не травмоопасен ли это вид спорта? Ну, любой спорт травмоопасен, кроме шахмат, наверное Ну, там тоже можно, слушайте Ну, да А в этот раз, сколько человек будет участвовать в турнире? Сколько же заявок есть? Пока еще заявки принимаются Ну, сейчас у меня, по-моему, уже штук 15 уже точно есть Ну, заявки еще принимаются То есть, есть еще и нагородние Они еще приезжают Куда отправлять, кому звонить? Где искать? У нас есть группа ВКонтакте, стритворкаут в городе Ханты-Мансийске Там, получается, можно подать заявку напрямую То есть, ее уже сразу увижу я Либо через систему АИС А нужно как-то указать свои предыдущие, допустим, победы? Или, может быть, умения? Все это в графе указывается То есть, там есть графа Опыт в участии в турнирах различных Вот, и там указывается Там, участвовал там В таких-то, таких-то акциях мы проводим иногда В таких-то, таких-то турнирах, там, допустим А это как-то влияет на победу? Вот, допустим, если... Ну, вообще, это для того, чтобы узнать участника То есть, насколько он подготовлен Как-то будете распределять между участниками? Вот, допустим, группа начинающих, группа продвинутых, группа профессионалов? Нет, все участвуют в одном направлении То есть, все абсолютно равны, да Нет никаких разграничений То есть, на что ты способен, на то и выступаешь Ну, конечно, есть небольшая лояльность к девушкам То есть, им как-то немножко приплюсовывается То, что девушка выполняет, допустим, такие же сложные элементы, как парни Командой можно заявиться? В этом году я не организовывал командные выступления Но личные можно Ален, идем, тебе будут бонусы А я со своей стороны постараюсь Ну, не подкачать тебя Благодарим, Валерий, за то, что организовываете такое замечательное дело За то, что проводите время с пользой для себя, для тела и для других молодых югорчан Желаю вам всего хорошего и побольше участников А вам, дорогие друзья, желаем доброго утра и увидимся через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok